Здравствуйте! Я расскажу вам о некоторых событиях из Орловского спортивного и околоспортивного мира. Итак... В Астрахани прошел третий этап турнира номер 4 финальных всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова. Такое длиннющее определение этих игр связано с тем, что на турнире выбирают лучших хоккеистов на одной восьмой родной нам части суши. И проходит он в четыре этапа. Это первенство районов и городов, потом республиканские и областные соревнования, следующий этап соревнования по федеральным округам и, наконец, всероссийский финал. Еще турнир проводится по трем возрастным группам. В общем, чтобы все систематизировать, и надуманы такие названия. Нас же интересуют игры среди команд юношей 2010-2011 годов рождения. Таковых команд в финале страны собралось 16, включая Орловскую, ледовое поколение. Наши показали хорошую игру. После трех дней соревнований они стали победителями в своей подгруппе и вышли в одну четвертую финала. Но, увы, для орловских хоккеистов оказалось характерно активно начать бой, лидировать по очкам, но ближе к финалу сдавать. В результате ледовое поколение на восьмом месте в турнирной таблице. В период весенних каникул, дети перед экраном, простите, что напомнил об их окончании, состоялись всероссийские соревнования по спортивному ориентированию памяти топографа Пастухова. Они традиционно прошли в Железноводске, что в Ставропольском крае. Статус у этих гонок высокий. В них среди спортсменов от 10 лет и гораздо старше приняли участие мастера международного класса и половина взрослой сборной страны. Итак, в течение трех дней награды турнира в четырех дисциплинах – это кросс-спринт, кросс-лонг, кросс-классика и общий старт – оспаривали около полутора тысяч спортсменов из полусотни регионов страны. Трасса была сложной и интересной, ведь кроме привычно пересеченной местности, ориентировщикам приходилось бороться и с перепадом высот. И это не считая холодной погоды. Сборная Орловской области выступила весьма успешно. Во многих возрастных группах было большое количество участников – более 150. Но это не помешало нашим спортсменам показать высокие результаты, вплоть до первых мест в своих группах. Подзанавес. Пара сообщений на борцовско-бойцовскую тематику. В Дизане состоялся чемпионат СФО России по греко-римской борьбе. В нем приняли участие более 350 спортсменов СФО. Из одного из них – орловчанина Александра Нечаева. Парадуемся особо. Он взял второе место в своей возрастной весовой категории, выполнив заодно требование на разряд КМС. Так он получил путевку на чемпионат России, что состоится в апреле в Уфе. А в спорткомплексе училищ Олимпийского резерва прошли открытые чемпионаты первенства области по тайскому боксу. Поединки шли два дня. За это время на один поднялось больше сотни спортсменов из Орла и Бокова. Курска, Воронежа, Москвы, Тулы, Калуги, Брянска и Петербурга. К участию приглашались как мужчины, так и женщины от 12 до 40 лет. А у меня на этом все. Будьте сильны и здоровы!